здравствуйте я татьяна романенко врач терапевт кардиолог на телеканале доктор ежегодно в мире 7 миллионов людей умирают от повышенного давления почему так происходит почему люди не контролируют свое артериальное давление потому что они запутались в мифах о гипертонии врачи советуют одно друзья рекомендуют совсем другое сегодня мы с вами разберемся в этих мифах и научимся держать свою гипертонию под контролем и так первое утверждение гипертоникам нельзя пить кофе вот смотрите зерна кофе прекрасно пахнут уже от одного аромата вдыхаемого кофе улучшается настроение неужели она может повысить давление давайте я вам об этом расскажу кофеин связывается с определенными рецепторами в головном мозге происходит перестройка энергетических процессов и в результате этого мы можем чувствовать вот ту бодрость работоспособность за которой мы и любим кофе это связано с активизацией сосудодвигательного дыхательного центра не зря кофеин входит в состав многих лекарственных препаратов может ли кофеин привести к гипертонии нет но он может кратковременно повысить давление и участить ритм сердечных сокращений это связано с тем что он активизирует определенные структуры в головном мозге чувствительность рецепторов кофеина у всех людей разные проводились специальные исследования в результате которых ученые пришли к выводу что кофе в малых количествах даже полезен для сердца и сосудов поэтому выпивать кофе можно и тем людям которые страдают повышенным давлением но не больше трех чашек в день следующее утверждение регулярный недосып провоцирует гипертонию давайте разберемся как же может быть связано недосыпание и повышение артериального давления все очень просто недостаточный сон регулярный недосып провоцируют избыточную секрецию кортизола кортизол это тот гормон который отвечает за повышение давления возникает спазм сосудов и давление повышается выход 1 нормализовать сон нужно соблюдать правила гигиены сна какие это правило это влажность воздуха увлажняем воздух в помещении в котором спим оптимизируем температуру оптимальной для сна является температура 18-20 градусов плотно задвигаем шторы потому что отсутствие света в комнате где мы спим способствует нормализации суточных ритмов кортизол вырабатывается меньше мелатонин вырабатывается больше и наш сон восстанавливается если у вас нет возможности плотно закрыть шторы или они пропускают свет на помощь может прийти маска для сна легко и просто надел маску ощущаешь себя в полной темноте и замечательно высыпаешься и так возвращаемся к этому утверждению регулярный недосып хроническое недосыпание способствует повышению артериального давления есть еще одно распространенное убеждение что если у вас пониженное давление то гипертония вам не грозит к сожалению это не так ученые установили что у тех людей у которых было исходно пониженное давление или как принято называть гипотония гипертония может развиться и причем она развивается даже чаще чем у тех людей у которых было нормальное давление и так это утверждение неверно согласно исследованием ученых 80 процентов гипотоников становятся гипертониками а те у кого было нормальное давление становится гипертониками только в 72 процентах случаев и так следующее утверждение синдром апноя может привести гипертонии что такое апноя апно это кратковременная остановка дыхания во время ночного сна в норме воздух свободно проходит через ротовую полость через носовые ходы в легкие человек дышит спокойно хорошо спит при синдроме апноя вследствие анатомических особенностей хрящей гортани избыточном весе неправильном положении тела во время сна возникает препятствия на пути прохождения воздуха через дыхательные пути дыхание прекращается человек как бы замирает в этот момент мозг сердце все органы и системы испытывают кислородное голодание вследствие этого стресса активизируется симпатическая нервная система увеличивается выработка адреналина что естественно приводит к повышению давления поэтому мы можем смело утверждать что синдром апноя может провоцировать гипертонию это правда идем дальше у у каждого свое рабочее артериальное давление пациенты очень часто говорят на приеме что вы доктор это мое рабочее давление его никак не чувствую а при измерении давления цифры могут быть высоченными поговорим о нормах согласно последним исследованием любое давление больше 130 на 80 считается повышенным и так нормальное давление не должно превышать цифры 130 на 80 все что выше это первая стадия гипертонической болезни это норма для всех вне зависимости от возраста пола и как вы переносите свое повышенное давление поэтому у каждого свое рабочее давление это миф давление должно быть нормальным не больше 130 на 80 поговорим еще об одном утверждение которое я к сожалению очень часто слышу не от своих пациентов от чужих гипертонику можно пропускать приемы лекарств и если давление в норме как правило современные препараты которые назначаются при гипертонии имеют свои особенности они не снижают давление резко это препараты пролонгированные накопительные чаще всего эти препараты относят группе про лекарств они работают в только тогда когда давление повышается они не дают повышаться этому артериальному давлению поэтому если сегодня у вас давление нормальное и вы не приняли тот базовый препарат который назначил вам доктор то ваше давление может повыситься на следующий день и тогда прием этого лекарственного препарата будет уже бесполезен потому что нужно время чтобы он подействовал и возникнет необходимость в приеме скоропомощных препаратов поэтому если вы хотите держать свою гипертонию под контролем принимайте свои базовые препараты ежедневно даже если у вас давление нормальное а это утверждение миф еще одно утверждение ожирение приводит гипертонии ну по моему про это уже все знают что каждые 10 килограмм добавляют 5 миллиметров артериального давления а как понять что у вас избыточный вес если вы к нему уже привыкли и не ощущаете себя толстым все очень просто нужно измерить талию для этого не нужно даже весов я укладываюсь в норму норма для женщин должна быть не больше 80 сантиметров для мужчин показатели чуть больше 94 сантиметра если ваша талия укладывается в эти пределы можете быть спокойным избыточный вес пока вам не грозит почему измеряемые именно талию не какое-либо другое место объем бедра или объем живота потому что это показатель достаточно точно говорит о состоянии наших внутренних органов подверглись ли они ожирению часто еще задают вопрос а вот все-таки какой же должна быть идеальная масса тела но понятие идеальной массы тела не существует почему потому что некоторые люди гиперстеники другие более такие астеничные конечно у них своя норма массы тела но все-таки кое-какие критерии нормальной массы тела я могу указать ну допустим индекс массы тела который высчитывается в зависимости от роста и веса существуют определенные формулы калькуляторы они в общем-то доступны мы поговорим об абсолютных цифрах нормальный индекс массы тела это от 18 с половиной до 25 все что выше 25 до 30 мы говорим о предожирении индекс массы тела больше 30 говорит о том что у вас уже есть ожирение первой степени нужно срочно пересмотреть свой рацион питания повысить физическую активность чтобы удержать свою гипертонию под контролем я вам сейчас покажу самую простую формулу для определения индекса массы тела индекс равен масса тела в килограммах разделить на рост в метрах речь в квадрате исходя из этой формулы вы можете посчитать свой индекс массы тела и определиться находите если вы в группе риска по ожирению потому что ожирение действительно приводит гипертонии это правда итак рассмотрим еще одно широко распространенное утверждение что гипертонию можно не лечить если человек не ощущает свое повышенное артериальное давление это утверждение не просто миф а очень опасный миф который может стоить иногда человеку жизни любое давление выше 130 на 80 необходимо контролировать другое дело что давление от 130 на 80 до 140 на 85 вот верхний предел можно пробовать лечить не медикаментозными методами снижая массу тела нормализую физическую активность но любая гипертония даже если вы ее не чувствуете даже 140 на 85 это повод обратиться к врачу и начать контролировать свою гипертонию почему так необходимо контролировать свое артериальное давление и снижать его медикаментозными и немедикаментозными методами потому что гипертония опасна своими осложнениями если человек находится долгое время с повышенным давлением стенки сосудов утолщаются это способствует развитию атеросклероза сердце устает работать в режиме повышенного давления она становится большим гипертония оказывает свое отрицательное влияние и на почки это приводит к склерозированию почечных сосудов и такая деликатная гипертония впоследствии может превратиться в тяжелую гипертонию поэтому даже если у вас высокое давление которое вы не ощущаете и вот так же необходимо лечить нужно пить препараты от гипертонии с перерывами чтобы не развивалось привыкание конечно же это ложное утверждение к препаратам от гипертонии привыкание не развивается но к сожалению гипертония даже лечено и лекарственными препаратами может прогрессировать и тогда возникает необходимость увеличивать дозу лекарственных препаратов или добавлять новые лекарственные препараты но перерыва в приеме лекарств делать не нужно конечно если этот совет кидал вам врач привыкание гипотензивным препаратам не развивается другое дело что может потребоваться необходимость увеличить дозу лекарственных препаратов и поменять тот или иной препарат силу развившихся осложнений или возникновения новых заболеваний так поговорим еще об одном утверждении про гипертонию при заболеваниях почек обязательно нужно контролировать свое артериальное давление но почки это тот орган который в первую очередь страдает от повышенного давления вот эти то нормы давления и появились точки зрения безопасности и продления жизни этого органа любое повышение давления приводит к изменению почечных сосудов они уплотняются склерозируются и это провоцирует нарушение функции почек и это не просто повышение креатинина который часто мы видим в биохимическом анализе крови доктор чтобы оценить степень поражения почек оценивают клубочковую фильтрацию так вот даже небольшое повышение давления короткий срок гипертонии приводит к тому что фильтрация почек снижается и тогда мы уже говорим об осложнении гипертонии развитие хронической болезни почек поэтому если у вас уже есть поражение почек давление нужно контролировать особенно строго и мы уже говорим не а 130 на 80 а мы говорим что давление желательно держать в пределах 120 на 80 при условии что человек хорошо переносит такое нормальное давление почки никогда не болят а вот изменение чистоты мочи и спусканий может говорить о том что почки пострадали от повышенного давления на что же нужно обратить внимание если вы в течение дня меньше ходите в туалет а вот ночной диурез у вас повышен частые походы ночью в туалет могут свидетельствовать о поражении почек а это ухудшает течение гипертонии и так поговорим еще об одном утверждении связанным с повышенным давлением гипертония это болезнь только пожилых людей к сожалению это не так гипертония молодеет и нередки случай когда у людей в 20-25 лет уже давление начинает повышаться и она повышается выше первой степени и эти молодые люди вынуждены принимать лекарственные препараты поэтому очень важно контролировать давление с 18 лет хотя бы один раз в год при отсутствии факторов риска от гипертонии никто не застрахован даже в молодом возрасте какие могут быть факторы риска которые заставят проявиться гипертонию в молодом возрасте ну конечно на первый план выходят наши привычки питания соль то количество соли которое мы употребляем намного больше тех норм которые рекомендует всемирная организация здравоохранения сколько можно есть соли здоровому человеку чайную ложку 5 грамм а если у вас повышается артериальное давление то эта норма уменьшается в два с лишним раза неправильный прием лекарств может привести к неконтролируемой гипертонии что такое неконтролируемая гипертония казалось бы врач назначил правильный лекарственный препарат а давление не снижается с чем это может быть связано с тем что вы нарушаете правила схему приема тех или иных лекарственных препаратов а что такое неправильный прием лекарств допустим доктор вам назначил принимать лекарства утром и вечером через 12 часов а вы забыли и приняли таблетку чуть позже вполне возможно что действие лекарственного препарата который вы приняли утром не хватит до вечера или утром вы можете проснуться от высокого давления в случае если вечернюю таблетку вы приняли раньше они непосредственно перед сном как рекомендовал вам доктор или другая частая ошибка на действие некоторых лекарственных препаратов оказывает влияние прием пищи и очень важно соблюдать временной интервал за 30 минут до еды будьте внимательны иначе не вовремя принятая таблетка может спровоцировать повышение артериального давления как правильно принимать лекарства во всем должна быть логика и определенная схема и вот такая таблетница вам может помочь это умная таблетница здесь даже можно поставить таймер который укажет вам время приема лекарств можно поставить будильник поставить любимую мелодию на телефоне которая возвестит вам о том что пришло время принимать таблетку а вот сегодня у меня была на приеме пациентка которая рассказывает о другой проблеме она иногда забывает приняла ли она таблетку или нет и принимает дополнительно вторую таблетку как этого избежать записывать это же пациентка мне рассказала я приняла таблетку и сразу же записала в тетрадку поставила галочку что я уже приняла таблетку почему это так важно потому что превышение дозы принимаемых препаратов может приводить к резкому снижению давления а это также опасно для вашего здоровья поговорим еще об одном утверждении связанным с гипертонией моей соседке назначили препарат от гипертонии я могу его тоже принимать ведь заболевание одно и тоже смешно но к сожалению об этом я тоже часто слышу когда я назначаю своим пациентам какие-либо лекарственные препараты они мне говорят спасибо татьяна юрина ваша таблетка так помогла мне и моей соседки и моему соседу ему столько же лет сколько и мне у него такие же цифры артериального давления вот этого делать ни в коем случае нельзя и своим соседям знакомым а нужно посоветовать все таки обратиться к врачу почему потому что доктор назначает лекарственные препараты исходя из ваших индивидуальных особенностей мужчина женщина возраст масса тела если осложнение со стороны внутренних органов какие цифры артериального давления когда повышается артериальное давление днем или в ночные часы от всего этого будет зависеть выбор лекарственного препарата поговорим еще об одном утверждении связанным с повышенным давлением гипертоником нельзя посещать баню конечно если сегодня плохо вы себя чувствуете и ваше артериальное давление далеко от идеального 140 на 90 или выше в таком состоянии ни в коем случае нельзя идти в баню а если ваше давление нормальное вы принимаете свои лекарственные препараты согласно той схеме которую прописал вам доктор у вас нет никаких острых заболеваний сейчас вы не перенесли инфаркт или инсульт полгода назад вы можете посещать баню очень часто задают вопрос а можно ли париться вениками веники ни в коем случае не противопоказаны они могут даже оказать дополнительное лечебное воздействие в зависимости от того из какого дерева эти веники те эфирные масла которые выделяются при высокой температуре оказывают благотворное влияние на наш организм они могут успокаивать нашу нервную систему и снижать артериальное давление активизировать кровоток оптимизировать деятельность иммунной системы ходите в баню оздоравливайте свой организм при помощи веников но соблюдайте определенные правила хорошо перед посещением бани людям с гипертонией померить свое артериальное давление а контрольный замер сделать уже после банной процедуры заодно вы сможете оценить как баня действует на ваш организм соблюдайте временные интервалы время пребывания в парной не должно превышать 5-10 минут ориентируйтесь на свое самочувствие если вы почувствовали ухудшение состояния слабость сердцебиение тошноту головокружения как можно быстрее покиньте парную выйдете в прохладное помещение обеспечите приток свежего воздуха займите горизонтальное положение выпейте воды партись на здоровье как вы видите мифов о гипертонии очень много и я еще не о всех рассказала гипертонии можно жить полноценной жизнью но ни в коем случае не занимайтесь самолечением контролируйте свою гипертонию вовремя обращайтесь к врачу с вами была татьяна романенко на телеканале доктор а 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 Продолжение следует...